У нас в гостях старший преподаватель кафедры товаровидения и экспертизы товаров экономического факультета Луганского государственного университета именем Владимира Дарья Марина Сергеевна Болдырева. Доброе утро. Доброе утро. В магазине мы часто обращаем внимание, что на броскую упаковку, на яркую какую-то, но на вес продукта и цену. Но никогда не обращаем внимание на то, что написано мелким шрифтом, хотя кажется, что это очень важно. Так скажите, что на самом деле? Важно это или нет читать то, что написано мелким шрифтом и что должно там быть написано? Естественно, что читать маркировку продуктов питания очень важно, потому что это прежде всего безопасность ваша, как потребителя. Маркировка вообще представляет собой информацию, которая наносится в виде надписей, символов, пиктограмм, знаков. И она предназначена непосредственно для идентификации самого продукта и информирования потребителя. Поэтому очень важно обращать внимание на эту маркировку, независимо от того, в каком она виде представлена. То ли это надписи, то ли это знаки и символы. Какие вообще бывают знаки и символы и что они нам говорят? Знаки, наносимые на упаковку, можно подразделить на несколько групп. Это товарные знаки, знаки соответствия, предупредительные знаки, манипуляционные и экологические знаки. Товарные знаки – это прежде всего логотип нашего, допустим, производителя, то есть торговой марки, которая выпускает данный продукт. Знаки соответствия – это знаки, подтверждающие, что продукт прошел сертификацию, добровольную или обязательную, то есть независимо от этого, там будет знак, и потребитель может уже удостовериться, что данный продукт качественный. Манипуляционные знаки наносятся на упаковку с целью ознакомить потребителя с правилами обращения упаковки. Экологические знаки сообщают нам о том, как следует правильно утилизировать упаковку, возможно ли ее повторное использование, ну и другие. И предупредительные знаки предупреждают, естественно, нас о возможной опасности при использовании продукта. А зачем вообще читать вот эти продуктовые этикетки? Конечно же, очень важно читать их для того, чтобы выбрать качественный, безопасный продукт, чтобы не выбрать фальсифицированный продукт, контрафактный, например, либо же продукт, который содержит какие-то опасные вещества для здоровья человека. А контрафактный продукт можно отличить от оригинального в магазине, допустим, не зная разницы в этом? Ну, это достаточно, конечно, сложно, но можно, допустим, придерживаться нескольких принципов. То есть обратите внимание, как наклеена этикетка. То есть она должна быть очень ровно наклеена, потому что это чаще всего происходит на автоматизированных линиях. Фальсифицированные же товары чаще всего производятся на, так скажем, не профессиональном оборудовании, там наклейка может клеиться вручную. Естественно, что качество самой выполненной этикетки будет уже совсем другим. Также и качество самой печати. Обязательно нужно обратить внимание, что надписи все должны быть четкие, нерасплывчатые. Ну и, естественно, на качество самой упаковки, на материал ее изготовления. А в чем разница между названием товара и наименованием товара? Это совсем разные понятия. Наименование товара должно четко характеризовать сам товар и для того, чтобы отличить его среди других товаров. И наименование регламентируется стандартами, техническими регламентами. То есть это уже стандартизированные, так скажем, понятия. А вот название – это придуманное название, которое может дополнять наименование. То есть это слово или словосочетание, которое дополняет уже конкретное наименование. И вот оно может никак не характеризовать саму продукцию, но, тем не менее, оно не должно заменять само наименование. На что еще нужно в первую очередь обращать внимание, когда читаешь вот этикетку? Вся упакованная пищевая продукция должна содержать вот такие сведения, как наименование, состав, количество продукции, рекомендации по использованию, либо же ограничения по использованию, если такие существуют, дату производства, срок ходности, условия хранения, данные о производителе, пищевой ценности и о содержании или отсутствии генномодифицированных организмов. Но прежде всего из вот этих всех данных следует обратить внимание на наименование. Потому что сейчас существуют, например, сыры и сырные продукты, молоко и молокосодержащие, мясо-мясосодержащие, которые отличаются составом, вкусовыми характеристиками и, соответственно, ценой. Поэтому потребитель может обмануть сам себя, не прочитав данные на этикетке. Поэтому это, конечно, очень важно. Также нужно обращать внимание на состав, дату производства и сроки хранения. Несмотря на то, что чаще всего потребитель у нас обращает внимание на сроки годности и дату производства только скоропортящихся продуктов. Например, молочных, мясных. А вот при покупке, допустим, круп, макаронных изделий, чаще всего не обращают внимания. Но, тем не менее, нужно обращать внимание абсолютно на всех продуктах, потому что сроки годности устанавливаются, сейчас устанавливаются производителем. Раньше они были указаны еще в нормативных документах, но сейчас вот производитель определяет. И, естественно, что в процессе хранения в этих продуктах происходят различные процессы, которые влияют как на качество, так и на безопасность продукта. Каждому простому покупателю кажется, что если без докторской степени по химии состав просто не разобрать. Так как все-таки понять, что безвредное, а что лучше не стоит покупать? Действительно, рядовому потребителю достаточно сложно разобраться в составе пищевых продуктов. Но нужно придерживаться вот нескольких правил. Например, в составе продукта должно быть больше натуральных ингредиентов, которые понятны самому потребителю. Если же он видит, что там, допустим, только один ингредиент, ему понятен все остальное, это какие-то добавки, то, естественно, что стоит поискать какой-то другой продукт и отказаться от этого. Также, если потребитель ответственный и заботится о своем здоровье, он внимательно читает этикетки, ему стоит запомнить те наименования, допустим, пищевых добавок, которые вредны. И в Российской Федерации запрещено 8 пищевых добавок. Это 3 красителя. Е-121, Е-123, Е-128. 3 консерванта. Это Е-216, Е-218, Е-240. И два улучшителя для хлебобулочных изделий. Это 924А и 924Б. То есть вот это те добавки, которые запрещены и являются действительно очень вредными для человека. Вот стоит их запомнить и обращать внимание, что если вы увидели такую добавку, то лучше не приобретать данный товар. Осталось самое сложное, запомнить все эти наименования. Ой, можно сделать себе памятку небольшую в телефоне. Первое время ходить, сверяться с ней, а потом уже привыкешь. Да, там уже вы запомните. Ну, потому что действительно сейчас наш рынок достаточно нестабилен. Ассортимент его постоянно меняется. Вы можете наблюдать, да, что сегодня на полках присутствуют одни производители, завтра уже другие, потому что мы сейчас как раз переходим активно на продукты питания Российской Федерации. Поэтому, естественно, что лучше внимательно изучить маркировку. Большое спасибо за эту информативную беседу, за то, что сегодня были нашим гостем в студии. А нашим телезрителям мы напоминаем, что у нас в гостях была Марина Сергеевна Болдырева. Утро Донбасса в эфире. Не переключайтесь. Утро Донбасса в эфире.